Ягода сладкая, ягода транспортабельная, для рынка, как говорится, супер сорт. Друзья, привет! Сегодня будет обещанное видео, как сохранить саженцы, если вдруг вы их получили и не собираетесь сразу их высаживать. Конечно, прошу меня простить, я обгорела сегодня, потому как с 6 утра мы занимались подготовкой земли. Вот здесь мы подготовили приличный участок. Это земля для малины, которая ко мне вот-вот должна прийти, малина соколица. Соколица это морский сорт, средняя, ранняя, больше средняя малина, неремонтантная малина обычного плодоношения, летнего. Ее, так сказать, сестра Радзиева у меня уже есть, я очень ей довольна, супер сорт, вообще классная. Она ранняя, ягода немножко помельче. М соколица, она более крупная, более поздняя, чем Радзиева и очень часто ремонтантит. То есть у нее зачастую бывает, ну если не полноценная, то такое, там 20-30% где-то от нормального плодоношения, именно осеннее плодоношение на побегах текущего года. Ягода сладкая, ягода транспортабельная, для рынка, как говорится, супер сорт. В итоге с 6 утра мы с мужем просто как рабы здесь, все это собирали, убирали сорняк, готовили землю, чтобы земля была вся чистая. Потому что отсутствие сорняка это очень-очень важно. Запомните, земля должна быть чистая, не сажайте в целину. Многие думают, я вырою яму, ну целина, посажу туда и все будет хорошо. Не будет. Будет хуже результат. Другой вопрос, что вам просто не с чем сравнить и вы будете думать, что у вас офигенный результат. В итоге, как видите, у нас все переработано, обработано, земля рыхлая, разбитая. Мы ее перед этим вскопали, то есть, ну это, наверное, аналог вспашки. После этого перекультивировали. Так вот, коротенько, что солнце уже село, реально. Сейчас буду показывать, что бы делала я, если бы вдруг я получила саженцы, сидя там на 35 этаже где-нибудь и мне, допустим, через неделю на дачу. Что мне с ними делать? Все, смотрите. Начнем с открытой корневой. Есть у меня такой саженец. Честно сказать, он уже давно засох. Но, в принципе, вы поймете. Открытая корневая, неважно, малина, ежевика, это совершенно не имеет разницы. Единственное, ребят, малина, это такая культура. Вы вот можете взять ее, вот тут выкопать, сюда перенести, посадить, и она вот не приживется. И тут же она может ехать 3-4 недели и прекрасно, без проблем доедет, посадит и все взойдет. То есть, в этом плане она очень капризная. Результат всегда странный. А вот ежевика, ну это такая культура, которую вообще палкой не убьешь на самом деле. Значит, что вы делаете? Вы достаете саженцы. Если они нормальные, влажные, допустим, они обсыпаны мокрыми опилками, либо мокрым торфом, изначально у вас должен быть кусок агроволокна любой плотности. Это может быть просто ХБ-тряпка. Вы ее мочите и очень-очень хорошо отжимаете. Ну, у меня просто много старого агроволокна, поэтому я все мотаю в него. Ну, я понимаю, что не у всех оно есть, особенно те, кто начинает, либо у кого маленькие объемы. Значит, вы берете такую вот, отжали, хорошо отжали. Это агроволокно, оно должно быть мокрое. Даже нет, оно должно быть просто хорошо влажное. С него не должно течь. Берете саженцы, те, которые, я же говорю, достаточно в мокрых опилках, либо в торфе. Вы ничего не делаете. Вы просто достали и просто, вот можно вот так взять, сложить. Но этот уже присох, особо сильно не складывается. Обратите внимание, верхнюю часть вы не мотаете. То есть, мотаете только корневую. Все. Ну, я взяла здоровый кусок, потому что я не хотела его уже рвать. Замотали, вот так. Одели сверху любой пакет. И вот тут завязали, и все. Вот так, в таком виде, она будет очень-очень долго храниться. А теперь разбираем вариант, если вдруг вы получили саженцы без опилок и такие. Но у вас есть ощущение, что они слегка подсохли. То есть, относительно чистый корень. То есть, вы берете, просто хорошо замочили, и вот этот момент стряхнули. Они должны быть просто мокрые, такие вот. Не надо оставлять там излишнюю влагу. И все то же самое. Завернули, оставив сверху прирост. Почему так? Потому что все-таки этой влажности будет достаточно. Корни, они на себя потянут влагу. Все будет хорошо. Но при этом, я же говорю, сохранится нормальный воздухообмен. Корни не загниют. Малина нормально дождется своей высадки в открытый грунт. Ребят, я вас настоятельно прошу, не ставьте в ведра. Не отмачивать его сутками. Я знаю, что многие это практикуют. Иногда даже успешно. Но малина, ежевика, она терпеть не может заливов. Вот таких вот. Ей будет достаточно вот такой влажной тряпки. Там внутри будет хорошая влажность, комфортная. При этом будет нормальный воздухообмен. Это важно. В таком виде она подождет и неделю, и две, и три, в принципе, если в холоде будете хранить. Важный нюанс. Если вы получили саженцы, вы, допустим, там где-то, вы еще не можете высадить, положите их на холод. Можете просто в багажник машины кинуть, и все будет отлично. Не держите дома. Растение уходит в спячку. Его не надо греть. Оно должно спокойно быть таким уснувшим, чтобы у нее не начинались какие-то ростовые процессы. Это понятно. С открытой корневой. Теперь закрытая корневая. Я ее, допустим, отправляю, она должна быть такая, прям подсушенная хорошо, чтобы не залита. Вы понимаете, что вам надо, что вы еще долго не высадите, что делать? Не надо лить его, не надо прям вот конкретно заливать. Что делаете? Берете вот это, ну вот у меня ведро с водой. Берете и вот этот вот горшок просто заглубляете в воду на два, ну достаточно двух сантиметров. Вот просто взяли, подержали. Вы почувствуете, что горшок потяжелел, он напитался водой. Все зависит от структуры грунта, насколько он сухой либо влажный. Потом достали его, видите, вот, вот, этого достаточно. Поставили куда-нибудь на тряпку и все. И больше его не трогайте. Сверху лить не надо. Вот здесь достаточно. Вот так вот промочили, вот тут прям видно, как это промочено. Этого достаточно. Все. В таком виде он будет долго стоять. Опять же, желательно куда-то, либо в багажник машины на улице, какой-нибудь там сарайчик, не важно, но не дома. Все элементарно. Ну все, друзья, я уставшая просто, как вот, вот, просто. Я даже не знаю, как сказать. Такое впечатление, будто я сама впрягалась в плуг и на мне пахали. Хотя многие говорят, что Марина, на тебе, да на тебе гектары пахать можно. Ну, честно, я, как любая женщина, уже все. Просто это все не вывожу. Так что мы сейчас влю-любай, купаться и так далее. Солнце село. Ну, может, еще телек так одним глазом гляну. Но недолго чувствую. Совсем недолго. Просто как колыбельно. Все, друзья, пока-пока. Всем хорошего дня, вечера и так далее. Оптимизма всем желаю. Оптимизма. В этом деле нужно такое неубиваемое чувство юмора и оптимизма. Чтобы вот это вот фигачить, фигачить из-за дня в день. Еще от этого получать удовольствие. Все, друзья, пока-пока. Я пошла.